Продолжение следует... Видно, да? Подскажите, пожалуйста. Отлично. Итак, «Газпром» стремится к созданию зрелой системы управления защитой прав человека, поэтому обязательство соблюдать права человека у нас встроено в систему управления деятельностью компании. Начиная от основных нормативных документов, соответствующих российскому законодательству, ключевым стандартам, инициативам в сфере прав человека и заканчивая системой мониторинга и отчетности для раскрытия информации, а также механизмом реагирования, то есть ликвидации возможных последствий. В чрезвычайной ситуации «Газпром» сохраняет приверженность целям в области устойчивого развития, которые опираются на права человека. Такой подход помогает правильно определить риски и принять эффективные меры по их предотвращению или смягчению. Расскажу, как это работает в кризисный период. Основная задача «Газпрома» как предприятия непрерывного цикла – защитить людей. Во-первых, позаботиться о работниках, обезопасить их как с медицинской точки зрения, так и социальной, а во-вторых, посмотреть вокруг себя и помочь регионам присутствия компании. В контексте прав человека «Газпром» выделяет следующие основные группы заинтересованных сторон, они перечислены на слайде. Коротко обозначу комплекс мероприятий, разработанных компанией по защите их прав. С начала апреля прошлого года в компании действует оперативный штаб, который осуществляет постоянный мониторинг ситуации и координирует деятельность дочерних обществ и организаций, в которых, в свою очередь, тоже действуют оперативные штабы. Что касается защиты прав работников группы «Газпрома» и их семей. Помимо традиционных мер, перевод персонал в дистанционный режим работы, организация регулярного тестирования, организация дистанционного обучения работников, организованы круглосуточные горячие линии, где можно в том числе получить разъяснение новых норм, требований, режима работы вахтового персонала, оплаты труда. Также созданы различные интерактивные сервисы, где можно получить другую консультативную помощь от врачей МЧС и психологическую помощь, в том числе по вопросам социализации в период самоизоляции. Это важно. Также внедрены программы реабилитационного восстановительного лечения для работников, переболевших COVID-19 на базе различных оздоровительных центров. Предоставлены дополнительные отпуска, изменен режим и условия труда без утраты заработка отдельным категориям работников из групп «Риска», имеющих маленьких детей, лицам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями. Также участникам корпоративной жилищной программы, которая действует в группе «Газпром», предоставлены льготные условия исполнения обязательств по кредитам. Что касается вахтового персонала, организована безопасная смена с использованием пунктов временного пребывания обсерваторов, в которых работники перед заездом на вахту находятся 14 дней и дважды проходят тестирование на коронавирус. На случай необходимости замены заболевших работников, либо контактирующих с ними, сформирован резерв. Важно, что это касается в том числе и работников подрядных организаций. С начала этого года в группе «Газпром» уже стартовали компанию по вакцинации работников, в том числе вахтовиков. Это позволит в перспективе исключить двухнедельную изоляцию перед заступлением на вахту. На производственных объектах компании в кратчайшие сроки была создана необходимая медицинская инфраструктура, включающая специализированные госпитали, оснащенные необходимым оборудованием. Например, на площадке Амурского ГПЗ был создан с нуля медицинский центр, который в том числе оснащен ПЦР-лабораторией, рассчитанной на 2000 исследований в сутки. Разработаны новые для компании логические решения по транспортировке персонала, так называемые зеленые зоны или чистые коридоры регистрации вактового персонала на авиаперевозку и отдельный транспорт подвоза к авиаборту. В результате перечисленных мер в компаниях группы «Газпром» уровень заболеваемости коронавирусной инфекции в среднем не превышает 5-8% от общей численности персонала. При этом в ряде дочерних обществ нам удалось полностью исключить случаи инфицирования работников. Пандемия стала настоящей проверкой на прочность для системы здравоохранения, об этом уже сегодня говорилось, поэтому наряду с оказанием традиционной благотворительной помощи были направлены дополнительные средства на приобретение оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Также организованы доставки продуктов, наборов семьям врачей, проведение тестирования на коронавирусной инфекции волонтеров, которые помогают медицинским центрам. Также помещения группы «Газпром» были предоставлены для организации госпиталей, размещения медицинских сотрудников на время работы в ковидных госпиталях. В целом дочерними обществами газового бизнеса, только газового бизнеса группы «Газпром» была оказана помощь более чем 100 региональным медицинским учреждениям. И израсходов на более 10% от общей затраченной суммы на мероприятия в период пандемии. Новая реальность также очень серьезным испытанием стала для наиболее уязвимых групп населения. Люди, находящиеся в зоне риски, на постоянной основе оказывается помощь в решении таких бытовых вопросов, как приобретение, доставка продуктов питания, средств первой необходимости, лекарств бытовой, медицинской техники. Несмотря на сложную ситуацию, было продолжено оказание благотворительной помощи хосписам, детским домам, общественным организациям, религиозным учреждениям. Особое внимание традиционно уделяется соблюдению интересов и прав коренных малочисленных народов, сохранению их образа жизни. Ирина Валимовна, должен тоже предупредить до времени, у меня функция неблагодарная модератора в этой части. Спасибо. Да, я сейчас тогда мозгами дальше обязательно сказать нужно, что для незанятых и безработных граждан в условиях отсутствия достаточного количества вакансий на рынке, также были организованы общественные работы на объектах компаний с возможностью последующего трудоустройства. Это если вкратце, но таким образом самое важное хочу сказать, что важна системная работа. И проводя такие действия в системе, удается решать первоочередные задачи. Это обеспечить непрерывность осуществления всех бизнес-процессов, исполнение существующих обязательств, сохранять для работников компании достойные условия труда, режим рабочего времени, своевременную оплату. И, конечно же, оказать поддержку регионам присутствия, в том числе снизить нагрузку на бюджетные медицинские учреждения. Это если коротко.